Здравствуйте! Это Актуальное интервью. Я Татьяна Черемкина. Этот год объявлен в Республике Годом Молодежи. И в студию мы пригласили народного депутата Республики Саха-Якутия Александра Владимировича Сусоева. Здравствуйте, Александр Владимирович. Добрый день. Действительно, уже почти 6 месяцев длится год молодежи в Республике. Какие мероприятия уже проведены? Какие планы на этот год? Действительно, в 2016 году, в сентябре, Егор Александрович Борисов на третьем съезде молодежных организаций Республики Саха-Якутия объявил о том, что наступающий 2017 год будет объявлен Годом Молодежи Республики Саха-Якутия. Это для нас было неожиданно. Конечно, мы все обрадовались. И вот благополучно уже прошла половина года, и мы уже можем какие-то срезы сделать. Вообще, вначале, сначала был издан указ главы Республики Саха-Якутия, потом было принято постановление правительства Республики Саха-Якутия, и, конечно, там был утвержден план. Если вкратце рассказать про план Года Молодежи, то, конечно же, это и внесение изменений в закон Республики Саха-Якутия о государственной молодежной политике, принятие закона о детском движении, принятие закона о добровольчестве и так далее. Вот такие очень много нормативно-правых актов будет. Также мы будем обращать наше свое внимание именно на жилищные проблемы. Да, потому что это очень важный вопрос, действительно, молодые семьи, вообще молодежь, да, в части жилищного вопроса. Вот тут какие мероприятия будут проведены? Да, вот в этом плане, если сделать сравнение, то в 2016 году через государственную программу под названием «Жилище» финансовую поддержку получили молодые семьи в количестве примерно 350 человек, ну, и 350 семей. А в этом году, в Год молодежи, мы поработали и выделили больше, в целом получится с участием государственного бюджета РФ Республики Саха-Якутия и местных бюджетов больше 850 миллионов, и вообще будут поддержаны тысячи пять семей. То есть мы три с половиной почти раза увеличиваем нашу поддержку для того, чтобы молодежь имела собственное жилье. Это 35% субсидия для семей. Они получают деньги и будут приобретать или строить для себя жилье. А очередников сколько сейчас вот в очереди стоит молодых семей? Ну, очередь каждый год меняется. Почему? Потому что там по достижению 35 лет. Они, к сожалению, снимаются с очереди. И в целом, конечно, очень много сейчас молодых семей. Мы посмотрим статистику по всей Республике Саха-Якутия. В целом вот такая цифра тысячи пять семей будет поддержана. Александр Владимирович, еще вот очень важная тема – это занятость молодежи. Вот в этой части какие мероприятия проводятся и будут проводиться? Ну, мы считаем, что основные проблемы – это же, конечно, трудоустройство, жилищные проблемы, образование качественное и так далее. Вы правильно сказали, что занятость – это одна из основных проблем Республики Саха-Якутия и в целом Российской Федерации. И, конечно же, мы делим на две части. Во-первых, это временная занятость и постоянная занятость. Если взять временную занятость, то в основном молодежь поддерживается через студенческие отряды Республики Саха-Якутия. В этом году данные движения отмечают 50 лет, имеют свою богатую историю. Вот в этом году будет в год молодежи где-то задействовано около 9 тысяч студентов со всей Республики Саха-Якутия. В прошлом году была цифра 4 тысячи человек, а в этом году по указу Илдархана мы должны увеличить в два раза. Два раза увеличиваем и 9 тысяч. Такая планка у нас стоит. Это план правительства Республики Саха-Якутия. И, конечно, мы, депутаты, вот это все поддерживаем и помогаем в этом. Это то, что касается временной занятости, а постоянной занятости? Да, это временная занятость. Вы знаете, что в прошлом году была создана биржа труда молодежная под названием «Импульс». И вот недавно был назначен новый директор Сергей Егоров. Мы в университете, в первичной профсоюзной организации студентов тоже подписали соглашение с данным движением. И в том числе это движение будем поддерживать. Достаточно очень много вакансий. Количество вакансий больше, чем официальная статистика по тому, что нужны рабочие силы. И вот поэтому ребята при желании могут воспользоваться тоже услугами данного движения и помочь для себя найти работу. Как показывает себя вообще молодежная биржа труда? Ну, это только начинается. Вы знаете, что в 90-е годы было это движение. Очень много бирж было. А сейчас вот окно, большое действие движения. И вот считаем, что в будущем они себя покажут. Александр Владимирович, вот грядет такое большое очень событие Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи. И как готовится республика принять участие в этом мероприятии? Действительно, в этом году в России проходит Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Это мировое событие. И мы считаем, что республика Саха-Якутия должна очень достойно выступить на этом мероприятии. У нас была квота изначально 50 человек для республики. Мы поработали и достигли до 150 человек. Это очень представительная дилегация получается. Да, это только участники 150 человек. Плюс волонтеры поедут, 40 человек. Плюс мы организаторы, и мы считаем, где-то примерно 200, около 200 человек будут задействованы в этом мероприятии. Там помимо основных мероприятий будет и масс-рестлинг, наш якутский вид спорта национальный. И вот мы очень горды тем, что, скажем так, представители со многих стран мира будут участвовать по масс-рестлингу. Это спортивные состязания. А какая культурная программа? Кто в составе этой делегации? Какие коллективы? Мы через Министерство культуры, через Агигит и так далее, через различные творческие организации специально тоже сделали делегацию. И хотим, чтобы они представили нашу традицию, традицию народа Саха и жителей, которые живут на территории республики Саха-Якутия. Будут различные семинары, различные конкурсы, творческие мероприятия. И вот поэтому наша культура, культура народа Саха будет полностью посвящена данному фестиволу. И делегация это в основном все молодые люди, да? Да, там ограничения по возрасту до 35 лет. Вообще, около 20 тысяч человек будут участвовать. Мы считаем, что это очень большое такое событие. Насколько я знаю, сейчас идет работа над созданием молодежного ресурсного центра. Вот расскажите о нем, что это за центр, каковы его задачи? Вот в этом году мы, по крайней мере, думаем и будем работать над тем, чтобы до конца года был создан вот такой орган. Раньше такого органа не было. Вот этот орган будет привлекать, скажем так, все молодежные силы, инициативы по одну точку. И под Министерством молодежи мы считаем, что будет создан вот такой ресурсный центр. В данное время Егоров Анатольевич поддержал данную инициативу. Министерство по делам молодежи и семейной политики готовит все нормативно-правовые акты. И планируем, что до конца года будет принято постановление правительства Республики Саха-Якутия. А вот расскажите про деловую игру «Министр». Вот у меня интересная очень игра, да? И вот молодежный форум «Синергия Севера». В этом году какие мероприятия? Это мероприятие, деловая игра «Министр» уже стала традиционным. Некоторые думают, что министр – это должность, и как будто мы делаем все возможное, чтобы ребят всех сделать министрами, депутатами и так далее. Это неправильно. Почему? Потому что «Министр» – это аббревиатура. Молодежь – инновационно-стратегийский ресурс Республики Саха-Якутия. Вот аббревиатуру взяли и назвали «Министр». Данная деловая игра тоже проводится по инициативе главы Республики Саха-Якутия. Он каждый год сам лично принимает участие, дает задания и узнает мнение молодежи по развитию, допустим, Республики Саха-Якутия, или отдельно районов, муниципальных образований и так далее. Очень такое хорошее мероприятие, и многие регионы уже планируют у себя тоже провести такого вида мероприятия. Не во всех регионах такая игра есть, да? Не, не во всех нет. Не во всех, да. После этого, допустим, выявляют первое, второе, третье места, и победители входят в кадровый резерв Республики Саха-Якутия. И вот там они уже обучают, развивают, отправляют по районам на различные десанты для того, чтобы развивать те или иные районы. Вот, после этого вот... И возможность, по-моему, обучаться в каком-нибудь хорошем вузе, да? Да. Выделяются места? Да, я тоже сейчас, допустим, вхожу в этот состав кадровый резерв Республики Саха-Якутия, и в прошлом году меня отправили учиться, допустим, в Российскую академию народного хозяйства и госслужбы при президенте Российской Федерации. Вы были победителем этой игры? Ну, я был участником, но по другой сфере я вошел в этот состав, и, допустим, меня отправили учиться. И многие ребята, которые входят в этот кадр резерв, тоже учатся, развиваются. Вот, дальше про Синергию Севера. Да, вот этот молодежный форум, да? Данный форум раньше назывался Саха-Селегер, потом название и концепцию поменяли, сейчас называется Синергия Севера. Данное мероприятие будет проходить в конце июля. Да, в конце июля. И там тоже будет уже дальневосточный уровень. В прошлом году приезжали многие-многие регионы с Дальнего Востока. Мы в этом году думаем, что Министерство по делам молодежи тоже привлечет представителей молодежи от других регионов Республики Саха-Якутия. Какие-то регионы уже подтвердили свое участие на этот сезон? Ну, в любом случае они приедут, потому что заинтересованы они. И самое, вот тоже одно из важных направлений, это получение субсидий. То есть ребята, если имеют хорошие проекты, если они пройдут различные этапы конкурса, то они получат государственную поддержку. На развитие этого проекта. Да, на развитие и на вообще дальнейшее развитие, чтобы этот проект был реализован в ближайшее и будущее. А какая главная задача стоит перед участниками этого форума? Это продвигать свои проекты, да? Ну, ребята, да, в том числе и за этой целью туда едут, потому что есть конкретная государственная поддержка. Поэтому ребята, чтобы реализовать свои проекты, участвуют, очень хорошо готовятся. Также будут и другие направления. Это я инженер объединения молодежных организаций Республики Саха-Якутия. Творческая молодежь и так далее. Вот несколько будет направлений. Сейчас готовятся в целом все нормативно-правовые акты. Ну, сейчас подготовительная работа проходит. Да. Спасибо, Александр Владимирович. Я благодарю вас за это интервью. Желаю вам удачи, успехов. Спасибо. Еще раз напомню, что в студии был народный депутат Госсобрания Илтумен Республики Саха-Якутия Александр Владимирович Сусоев. На этом мы заканчиваем. Всего доброго. До свидания. До свидания. Посидим, поговорим. Субтитры создавал DimaTorzok